Россиянки Шнайдер и Андреева вышли в финал Олимпиады в Париже. Сегодня у немногочисленной делегации нейтральных спортсменов из России был, пожалуй, последний шанс на олимпийские медали. Ждали награду, прежде всего, от победительницы Кубка мира по прыжкам на батуте Анжелы Блацевой, но она осталась лишь пятой. Зато обеспечили себе награды теннисистки. Выступление мира Андреева и Диана Шнайдер на Олимпиаде справедливо называют сенсацией. Молодые россиянки впервые в карьере играют в паре вместе. Даже потренироваться в Париже мира и Диана не успели, ведь Андреева прилетела в столицу Франции впритык к старту олимпийского турнира. Задержалась у Ясах, где оформила первый в карьере титул в одиночном разряде. Когда огласили состав нейтральной российской команды, многие удивлялись решению поставить в пару Андрееву и Шнайдер. Ведь в Париж приехала олимпийская чемпионка Риа в паре и серебряный призер Токио в миксте Елена Веснина. Логично было увидеть одну из молодых российских теннисисток в дуэте с опытной и знающей все тонкости олимпийского турнира спортсменкой. Только президент Шамиль Торпищев, без которого комплектование состава пар не обошлось, в очередной раз проявил интуицию. Пусть у девчонок нет опыта, но Андреева – правша, а Шнайдер – левша. В парной комбинации это большое преимущество. Ну, а опыт – дело наживное. В том числе, и опыт совместных выступлений в паре, которыми Ра и Диана приобретали по ходу поединков на Олимпийском Ролан-Гарос. Они могли завершить выступление даже в первом круге, но на чемпионском тайбрейке и на сохраненном после Будапешта и Яс чемпионском кураже дожали сыгранный австралийский дуэт Айла Томлинович, Оливия Гадеки. Во втором круге соперницы у россиянок были еще серьезнее. Канадки Габриэла Добровский и Лейла Фернандес были посеяны под пятым номером. Специализирующиеся на выступлениях в паре и миксте Добровский в парном рейтинге у-то сейчас третья, а Фернандес одинаково хорошо играет и в одиночке, и в дуэте. Ну, с Опен 2021 она сражалась за титул большого шлема в одиночном разряде. Только ни опыт, ни титула канадок не смутили Миру и Диану. Они уверенно выиграли первый сет, а во втором навесили соперницам баранку. Хотя и после этого не считались фаворитами четвертьфинала. Ведь россиянкам предстояла встреча с действующими олимпийскими чемпионками-обладательницами карьерного большого шлема в парном разряде Барбарой Кричиковой и Катежиной Синяковой. Против сыгранных, опытных и титулованных соперниц они играли так, будто сами действующие олимпийские чемпионки и обладательницы карьерного большого шлема. В первой партии взяли пять геймов подряд, позволив чешкам лишь размочить счет. Во второй Шнайдер с первого раза не смогла подать на матч, но Андреева со второй попытки с задачей справилась. В полуфинале россиянкам предстояла встреча с посеянными под восьмым номером испанками Кристиной Букши и Сарой Сарибестермо. Впрочем, Букша, скажем так, нетипичная представительница испанской школы. Она родилась в Кишиневе и тренируется в Испании, где получила гражданство, под руководством отца. В нынешнем сезоне Кристина неожиданно проявила себя в качестве мастера парной комбинации, выиграв уже три титула на турнирах УТА. Сару в отличие от Кристины нельзя отнести к специалистам парной комбинации. В индивидуальном рейтинге УТА на 27-е, а в парном – 71-е. Хотя испанки и были посеяны на Олимпийском турнире, их уже никто не относил к фаворитам в поединке с нейтральными Андреева и Шнайдер. В первом сети наши девочки отдали соперницам всего один гейм, а второй начали с брейка. Правда, во втором гейме заставили немного поволноваться, отдав свою подачу. Уже в следующем гейме россиянки сделали обратный брейк, а затем еще один. Испанки сражались отчаянно. В седьмом гейме смогли отыграть три брейкпоинта и взять свою подачу. Только спасти матч было уже невозможно. Хотя на подачу Шнайдер соперницы в восьмом гейме сумели даже добраться до брейкпоинтов. Российские девчонки обеспечили себе, как минимум, серебряные медали и сразятся за золотые с итальянками и с мини-полини Сарой и Рани.